Да, пауза вначале для того, чтобы убедиться, что у нас есть соединение, интернет-соединение и, может быть, кто-нибудь подключится. Буквально несколько секунд. Мы поджидаем, прежде чем начать. Ну, вроде как ничего нам не показывает, всё нормально. Вроде как... Так, попытка повторного подключения, может быть, сейчас соединено с интернетом. В последнее время проблемы есть. Ну, ладно. Давайте потихоньку начинать. Сегодня у нас на календаре 20-й день месяца ER, а по грегорианскому календарю у нас сегодня 14 мая. 14 мая, и мы знаем, что именно 14 мая 1948 года у нас возникает государство Израиль. Именно 14 мая. По еврейскому календарю это у нас будет пятый день месяца ER, но вот у нас есть уже первые зрители. Добрый день. Если какие-то неполадки, то вы, пожалуйста, сообщайте. Всем привет. Если есть неполадки, сообщайте. Если всё слышно и видно, то мы продолжим. Итак, сегодня на календаре у нас, на грегорианском нашем календаре 14 мая, а 14 мая, как известно, возникает государство Израиль. Поэтому вот мне показалось, что возвращение на землю, то, что еврейский народ после столь длительного изгнания сумел вернуться на свою землю, это замечательно. И вообще отношение земли и человека, человека и земли, это тема тем. Об этом можно говорить всегда, долго, и это очень интересно. Вы же понимаете, что, допустим, человек у нас Адам, на иврите Адам, а земля у нас Адама. Вы понимаете, что это, и чувствуете, что это однокоренные слова Адам, Адама, потому что из земли взят, из праха взят, в прах вернёшься. Адам не Адама, человек из земли. По-русски это по-разному, а на иврите это одно и то же. И поэтому отношение человека с землёй, это очень важные отношения. И вот я зацепился за то, что сегодня 14 мая, и нам удалось как-то вернуться на свою землю, и поэтому я и хочу поговорить об отношениях человека и земли, как ни странно. Ну и вместе с тем я это свяжу с нашей недельной главой. В эту неделю мы читаем две главы. У нас совмещенных две главы, и по существу в эту неделю мы заканчиваем книгу Ваикра. Мы читаем главу Багар, Угары, и глава следующая Беху Котай, по моим законам. И по существу мы завершаем третью книгу, книгу Ваикра. И в субботу в Минху, после объединенной молитвы, мы переходим к четвёртой книге, книге Бамидбар. Итак, наша тема, которую я сегодня обозначил, это взаимоотношения человека и земли. Адам ве Адама. И начну я с того, что я прочитаю один-единственный стих из нашей первой главы, Багар, Угары. Наша глава Багар начинается следующим образом. «И говорил Всевышний к Моше у горы Синай, или на горе Синай, Багар Синай, говоря, «Говори сынам Израиля и скажи им, когда придёте на землю, которую я даю вам, и будет покоиться земля субботой для Всевышнего». «Шесть лет засевай поле своё и шесть лет обрабатывай виноградник и собирай урожай». «И в седьмой год, суббота, суббот Всевышнему, земле, суббота для Всевышнего, поле своего не засевай и виноградника не обрабатывай». Вот такая вот интересная история. То есть здесь сказано нам, что когда мы придём на землю кнаанскую, завоюем её, по существу нужно отсчитать семь лет, шесть лет, ну как шесть дней. Ты можешь работать, засевать, собирать урожай. А на седьмой год он называется субботний год или по-нашему «шнат шмита», «шмита», «тло шаббат» или «шмот», то есть остановки, запрет обрабатывать землю, и это вот суббота для земли. Уже размышляя над этим, можно понять, что суббота, которая была дана человеку для определённого типа отношений, тут даётся земле. И возникает такая устойчивая ассоциация, что, может быть, вот как и люди, так и земля, они находятся, ну, я не знаю, друг с другом, земля, человек, тем более однокоренные слова, находятся в каких-то отношениях. Причём этот закон относится только к тому времени и периоду, когда мы живём на земле Израиля, когда Израиль находится под нашим управлением, и когда большая часть того, что называется Эра Цакодыш, священная земля, находится у нас, в нашем распоряжении. Вы спросите, как сегодня, отвечу вам, сегодня у нас нет Года Шмиты, по крайней мере, в качестве закона нет Года Шмиты, но нужно быть очень осторожным, когда Год Шмиты, это объявляется. Предыдущий Год Шмиты у нас был в 2015 году, и всегда нужно быть очень внимательным, потому что урожаи Израиля в Год Шмиты, там целая проблема с ними. Ну, мы же понимаем, что есть у нас кибуцы нерелигиозные, и они работают в этот год и собирают урожай, и у религиозных людей есть проблема с употреблением этого урожая, лучше всего, как бы, вот, употреблять урожай из-за границы. Ну, это не моя тема, и я сейчас в неё не буду погружаться. Важно то, что земля Израиля, она тоже имеет свою субботу, седьмой год, и, значит, что-то в ней есть человеческое, понимаете? Ну, не зря же из-за земли человек. То есть, как и суббота для человека, так и суббота для земли. И, может быть, в этом смысле земля Израиля, она определённым образом избранная земля. Как только мы прочитали этот стих, и возникает вопрос, что и у земли есть суббота, есть ещё один вопрос. Ведь у горы Синай мы находимся на 50-й день после исхода, и мы знаем, что наше путешествие продлится ещё долго. Ещё долгих 40 лет мы будем находиться в пустыне, пока доберёмся до земли опитованной. И возникает вопрос, может быть, рановато нам дали вот эту заповедь о земле Израиля. То есть, 40 лет мы должны находиться в пустыне, и понятно, что в пустыне мы не соблюдаем этот закон. Так, может быть, чуть попозже бы дали бы это, ну, перед тем, как мы вот там в стихах Муава готовились к переходу Иордана, вот там нам могли дать этот закон, там поближе и понятнее. Нет, нам дают здесь, у горы Синай. Тоже вопрос, почему вот эту заповедь нам дают здесь, и причём указывается, что это тебе дано на горе Синай, и сказал Всевышний Муше на горе Синай. Скажи, сынам Израиля, когда вы придёте, когда вы заселитесь, тогда соблюдайте. Понятно, мы ещё не знали о грехе Золотого Тельца, но вообще-то уже знали, он уже был. Но имеется в виду, что вот сейчас Муше поднимется на гору и получит этот закон. А потом он узнает о грехе Золотого Тельца. То есть вопрос, и Раша его поставил, комментатор Раша его поставил, почему нам заповедь о годе Шмиты, о годе необрабатывания земли, даётся задолго до того, как мы туда придём. Ответ у него очень прост. Дело в том, что, считает Раша, что все законы были даны у горы Синай. Все. Все законы, в том числе и закон о Шмите. То есть все заповеди нам даны у горы Синай. Так что всё нормально. И это дали у горы Синай. Правда, тут же возникает у меня следующий вопрос. Вот эта вот система вопросов и ответов, она очень важна, потому что, на самом деле, это принцип учения. Хорошо, если все заповеди даны у горы Синай, что же будет происходить в дальнейшем? Мы же знаем, что в дальнейшем Муша тоже будет получать заповеди. И вот мы начнём читать книгу «Бамидбар в пустыне». Там тоже есть заповеди. Ему уже не у горы Синай. И как быть с теми заповедями? Мы же помним, что Муша приходил в шатёр откровения, в передвижной храм Мишкан. И там ему вещал голос из-под этих ангелов Крувим. И он там это всё внимал, записывал. И там тоже были заповеди. Значит, я не понимаю. Если все заповеди даны здесь, то что происходило там, в горе Синай? В пустыне. В пустыне. 40 лет в пустыне. Вот это тоже вопрос, который вот пока что был задан, но ответа пока что нет. Ну и дальше мы читаем о заповедях и переходим к следующей главе «Бэху Котай». И вот в этой главе «Бэху Котай», а глава 26, там вот глава, надо вам сказать, очень неприятная. Почему? Потому что эта глава, то, что мы называем на юрите «Тохохот». «Тохохот» – это ну такие жесткие увещевания. Всевышний нас слегка предупреждает. То есть, я вам советую, прочитайте вот про себя эту главу 26, и может быть, многое станет понятным. То есть, в этой главе Всевышний четко и ясно говорит нам о том, что если вы, народ Израиля, избранный мною народ, будете выполнять мои заповеди и ходить по моим путям, то все у вас будет замечательно. И главное, что земля будет вовремя давать урожай, и дождь у вас будет падать вовремя, и вы будете собирать старые урожаи, а потом новые. То есть, все как по порядку, все как полагается. Жизнь будет просто замечательная, если вы будете ходить по моим путям, то есть, соблюдать мои заповеди. Но если вы не будете ходить по моим путям и не будете соблюдать заповеди, и тут начинается вот-вот перечисление того, что будет. Вы знаете, я так вот советую многим людям, которые говорят, что достаточно Всевышнего в сердце иметь и быть хорошим, что-то такое, не знаю, хорошим, добрым человеком, и вот-вот замечательно, но не обязательно вот все эти выполнять указания, предписания устаревшие. Вот хочется их отправить, прочитать вот эту вот главу ВАИКРА 26 внимательно. И, может быть, после этого какие-то вопросы отпадут. То есть, нам было загодя сказано, что вот есть у нас такой договор, если так, то так, а если не так, то по-другому. Я не буду перечислять то, что вот нам было обещано, если мы не будем выполнять договор, но я вот хочу с чего здесь начать. Но Всевышний говорит, да, конечно, все это, естественно, пойдет на вашу голову, и я перехожу, значит, к самому концу 26 главы, и там сказано, что и все-таки, и все-таки, несмотря на то, что, наверное, мы покаемся, мы припомним все наши грехи и грехи наших отцов и праотцов, и тогда сказано так, и вспомню я союз мой с Яковым, а также союз мой с Ицхаком, а также союз мой с Авраамом, вспомню и землю вспомню, землю, землю, и землю, землю, и землю вспомню, и землю вспомню. И дальше, значит, он пишет, что вот он вспомнит, и, естественно, там будет каким-то образом возможно произвести исправление, покаяние, и, наверное, исправиться, и, наверное, возвратиться из голода, из изгнания. Что меня здесь заинтересовало? Вот это вот перечисление. Значит, после всех этих негода и несчастий, Всевышний говорит, что он вспомнит союз Якова, и также союз Ицхака, и также союз Авраама, и землю, дарованную нам, вспомнит. Что в этом перечислении странно? Порядок. Порядок. Обратный порядок. Ведь когда мы вспоминаем наших праотцов, мы всегда говорим так. Авраам, Ицхак, Яаков. Тот, кто молится и читает каждый день молитву Амида, знает, что первое благословение я обращаюсь ко Всевышнему Авраама, ко Всевышнему Ицхака и ко Всевышнему Якова вот в таком, в такой последовательности. И, допустим, если мы вернемся чуть раньше вот в книгу Шмот, в то место, где рассказывается о грехе Золотого Тельца, и о том, как Муша узнает об этом, и как он начинает упрашивать, умолять Всевышнего о прощении, то там как раз тоже я буду выписывать. Это значит Шмот, 32 глава, 13 посылки, там тоже указывается в этой последовательности, что ведь были же у нас Авраам, Ицхаки, Яков, и Всевышний об этом помнит, и была договоренность с ними. В общем, прямая последовательность. И вдруг вот здесь, когда речь заходит о том, что мы будем определенным образом наказаны, но потом помилованы, идет обратное впечатление. Яков, Ицхак, Авраам, и что самое интересное в конце, земля. Земля. И вот в этом я хотел разобраться. Поэтому земля, наши прадцы в обратном порядке, ну и определенная система наказания. в Талмуде, в трактате Псахим, есть такой замечательный отрывок. Псахим, по-моему, 68 лист, а, там есть такой замечательный отрывок, где наши мудрецы рассуждают о том, что любопытно, когда мы начинаем читать нашу молитву, сказано так, Господь Авраама, Господь Ицхака и Господь Яакова. Такое ощущение, что у каждого из них свой Господь, как будто это не один Всевышний для всех, для всего народа. Как будто у Авраама есть свой, у Ицхака свой, у Яакова свой, и у каждого из нас есть свой. Я не знаю, у каждого народа свой. Хотя, ну, может быть, у других народов по-другому его воспринимают. Но вот это вот наши мудрецы задаются этим вопросом и говорят, что действительно вот наши три праотца Авраам Ицхаки и Аков, им уготована разная роль и у них разные задачи стоят, потому что все они основатели нашего народа, так сказать, они создали этот народ и у каждого из них своя задача. И что там говорится? Там говорится вот что, что Авраам в нашей традиции уподоблен горе, гора. Откуда это берется? Это берется историей жертвоприношения Ицхака, что Авраам берет Ицхака и восходит с ним на гору. И когда, значит, Всевышний останавливает его руку, то там сказано, что и на горе Господней, и на горе Всевышний узрится, узрится на горе. И поэтому Авраам связан именно с горой. Авраам это гар, гора. Ицхак в нашей традиции связан со степью. Когда Ицхак ожидает свою невесту Ривку, сказано, что он вечером вышел в поле, ну, там говорится о лесуах. Лесуах это беседовать, ну, в общем-то, беседовать не было, с кем он был один там, значит, вышел в поле молиться. Вот Ицхак связан у нас с полем. А Яков, как ни странно, у нас связан с домом. Откуда это берется? Когда Яков убегает к Лавану, и вот первая ночь известная, когда ему снится сон с лестницей, и ангелы снуют туда-сюда, и он пробуждается и говорит, страшное это место, видимо, здесь находится дом Бога. Дом Бога. И Яков связан с домом. Так вот, вот эти вот три соотношения, Авраам это гора, Ицхак это степь, Яков это дом, это очень важно. Важно в процессе создания нашего народа. Вот, опять-таки, гора, степь, дом. Запомните это. Я дальше продолжу с этой точки, но прежде я хочу обратиться к самой последней строчке книги Ваикра. Книга Ваикра в субботу мы заканчиваем следующим образом. Это вот Беху Котай сказано так. Вот заповеди, которые заповедовал Всевышний Моше, чтобы тот передал им сынам Израиля Бехар Синай у горы Синай. Вот заповеди, которые заповедовал Всевышний Моше, чтобы тот передал их сынам Израиля у горы Синай. У горы Синай. Мы находимся у горы Синай. Где мы находимся? Народ находится у подошвы. Понятно. Запрет подниматься. Мы все внизу. Моше восходит на гору, там он какое-то расстояние видимо проходит, поднимается. Я думаю, что не до вершины, там он входит в облако и там находится. И над ним видимо там вот-вот божественное присутствие, вот оттуда звучит голос, я уже не знаю, что там происходит, гром и молния, огонь сверкает. То есть смотрите, как идет. Сверху сверху Моше получает некое известие. Здесь говорится все заповеди Всевышний ему заповедовал у горы Синай. Это было сверху вниз. И Моше их получает. Всегда, когда мы получаем что-то сверху вниз, это приказ. Это приказ, которого практически нельзя слушаться. Это, знаете, как первый день творения сказал Всевышний, да будет свет. И стал свет. Никаких размышлений. И стал свет. Все. Когда сверху идет приказ, он нужен только для того, чтобы мгновенно его выполнить. И Моше не дискутирует на эту тему. Он выполнит. Дальше Моше спускается вниз к подножью горы, где все стоят. И вот когда он спускается вниз, он уже к ним обращается не сверху, не сверху вниз, а он как равный, да, поле, поле. И вот тогда он им передает то, что ему сказал Всевышний, то, что он у Всевышнего вот внял, услышал, он сейчас это передает. Значит, вот эта система сверху вниз от Всевышнего Моше и на параллельном уровне земли, внизу горы, Моше всем остальным. Когда идет приказ сверху вниз, нет выбора. Приказ выполняет. Когда идет обращение Моше к другим, на равных, есть выбор. Есть выбор, мы равны. Я могу сказать да, я могу сказать нет. Известно, что народ сказал да, выполним. А дальше выполним, поймем. Так вот, эту вот систему сверху вниз и параллельно, мне кажется, она очень важна. И она как раз связана с нашими праотцами Авраамом, Ицхаком и Яаковом. И то, что Авраам находится на горе. И все, что звучит от Авраама, идет сверху вниз. Тот, кто находится на горе, он доминирует. Авраам доминирует над всеми. Он спускает это вниз. Спускает своему сыну Ицхаку. Ицхак находится уже в поле. Он уже может как равный с равным беседовать с другим. Но поле это не среда человека. Поле это временное место, так же, как и пустыня. Мы там временно пребываем. Человек должен иметь свое пространство. Человеческое пространство это как раз дом. И тоже он на равнине. Он не строится на склоне горы. Нужна площадка ровная. Значит, Авраам спускает вниз к Ицхаку. Ицхак это сохраняет, передавая, видимо, другим, своей семье на уровне параллельном земле, пока не возникнет его сын Яков. И вот то, что он получит от отца, он внесет это в дом. И таким образом, по существу, возникает народ Израиля как семья, которая тоже превратится в народ, но уже на плоскость, уже не будет горы. Вот эта передача очень важна. Теперь смотрите, когда мы перестаем ходить по путям Всевышнего, то нас изгоняют. Нас изгоняют из своего дома, изгоняют из своей страны. И когда мы раскаемся, начинается очень интересный процесс. И вот он здесь как раз описан. Сначала вспоминается Яков, это дом. Видимо, как улитки, мы дом носим с собой. Семья всегда с нами. У нас нет государства, но есть семья и есть община. Упоминается Яков, потом упоминается Ицхак, это уже мы вышли из дома и уже поле есть. И это поле может быть Ирец Исраэль. И только потом упоминается Авраам, гора, подъем, и что, когда мы поднимаемся на гору, что там еще? После горы что есть? Поднялся человек на гору, что он видит? Он видит только небо. Поэтому, если ты вышел из дома, прошелся по полю и поднялся на гору, Яков, Ицхак, Авраам, дальше должно идти небо, а что идет? Земля. Видите, как интересно сказано? «И вспомню я Якова, союз с Яковом, союз с Ицхаком, союз с Авраамом и вспомню землю». Не небо, а землю. То есть, как бы мы вышли, пошли, поднялись и, казалось бы, еще шаг вверх. Нет. А дальше идет вниз, дальше идет земля, дальше идет земля вниз. То есть, все это приводит к одной единственной мысли. что деяния человеческие, труд человеческий, мастерская наша, она на земле, она не в небе. И человек, как бы сильно он не отрывался, как бы сильно он не поднимался в гору, чтобы найти там Всевышнего или какое-то духовное успокоение, это не его работа, его работа на земле. Он может возвышаться духовно, но только для того, чтобы потом спуститься на землю и работать. И поэтому так интересно, что именно на горе Синай, на самой высокой точке духовной нам дан закон о земле. Именно о земле, о том, что земля это живое существо для нас, и мы с землей находимся в отношениях. И если отношения эти будут неверными, то мы не сможем ужиться просто-напросто. земля нас вытолкнет. Это произошло с Каином. Когда Каин пролил кровь брата своего на землю, земля была проклята, земля его изгнала. Она не захотела его кормить. И тогда Каин был вынужден, вынужден был построить город, иначе ему негде было жить и заняться ремеслами. То есть, он перестал быть землепашцем. Земля его перестала кормить. Вот такая вот интересная история о наших праотцах, Абрааме, Исхаке, Якове, что действительно каждый сам имел свою сущность. Гора, степь, дом, а при возвращении, при покаянии идет дом, степь, гора, и вот это восхождение заканчивается не небом, а землей. Спускание на землю. И в этом смысле я хочу назвать вам одну единственную фамилию, просто обратить внимание, я, когда стал заниматься историей миссионизма, историей государства Израиля, я наткнулся на очень интересную фамилию. Просто я вам ее назову, чтобы вы знали, что был такой человек, его звали Авраам Давид Гордон или Гордон Гордон. Он жил 19-20 век, в 22-м году он уже умер. Родился он где-то в Волыне на Украине, да, потом переехал в Эрец Исраэль. Он считается одним из видных еврейских философов. Так вот, его философия была как раз связана с землей. Он был убежден, во-первых, он был последователем Толстого, он такой толстовец был. Он утверждал, что на самом деле истинную гармонию человек достигает только, когда он трудится на земле. И вот этот человек, он уже в воздухе поднимается в землю Израиля. Он и здоровьем-то не очень обладал большим, и он всю жизнь, до конца своей жизни, он умирает 66 лет, до конца своей жизни он обрабатывает землю, он ходит по этой земле, он обрабатывает ее, хотя это было очень тяжело. Представьте себе, вот человек из Украины приехал на вот эти песочные дюны, и как он здесь работает. Он похоронен в Кибуце Дгане Алиф, это южная оконечность Кинерета, там его могила, там его музей есть. И у него очень интересные произведения, изданы там несколько тому было издано, очень интересные мировоззрения, которые утверждают, что действительно вознестись, подняться человек может в духовном смысле этого слова только тогда, когда он существует на земле. И труд на земле, каким бы тяжелым он ни был, он его облагораживает. То есть, труд облагораживает человека, а человек облагораживает соответственно землю. И вот этот самый Авраам Довид Гордон в этом смысле был вот таким духовным предтечей нашего возвращения на эту землю и превращение вот этой земли вот в такой сад. Потому что еще Рамбан сказал, когда эта земля превратится в зеленый сад, это будет первым и главным признаком, что Машиах приходит. Земля должна стать цветущей. Она ведь, когда мы отсюда ушли, она превратилась по существу в пустыню безжизненную. И вот возвращение ее к жизни, это вот и есть признак прихода Машиаха. Вот это вот все вместе я вам хотел рассказать. Я хочу посмотреть, может быть, какие-то вопросы есть, тогда я смогу кому-то что-то ответить. Вот здоровьица, здоровьица, всем привет, привет, привет. Хорошо, хорошо. Так, так, шалом, шалом, добрый день, добрый день. вот, у кого-то есть проблемы со слухом, со звуком, я не знаю. Вот видите, скажите, только у меня проблемы со звуком, я совершенно не слышу. Я вот не знаю, может быть, что-то у кого-то есть. Я стараюсь говорить в этот самый микрофон, и вот. А в наушниках? Нужно в наушниках. Видимо, кто-то ответил, наушник отличный звук. Замечательно, замечательно. Привет, привет, привет и в рыбницу, да. Рыбница, почти родина. Так, так. Здрасте, Галя, здрасте. Рад, рад, что вы здесь. Так. Здрасте. Спасибо. Спасибо и вам. Пока нет, нет вопросов. Да, что наше суверение начинается на земле и на земле же и заканчивается. Я бы сказал, да и глубже, чем на земле. Но только здесь, потому что там уже исправлять мы не можем ничего. Исправляем только здесь. Да, земля стенала к Богу, точно, когда она была проклятой вообще. Все, ну ладно, ладно, мы с вами поговорили. Я вам желаю хорошей субботы. Всем привет и даст Бог в следующую неделю мы с вами снова увидимся и будем беседовать на какую-то тему. Там уже у нас День Иерусалима приближается. Тоже замечательный праздник, День освобождения Иерусалима. Всего хорошего. До свидания. Шаббат шалом. Иерусалима.